Здорово, YouTube Максим Густарев на связи. Знаете, что меня нервирует больше всего после съемочного процесса? Отбор фотографий, особенно когда миниатюры на компьютере прогружаются крайне долго. Но наконец-то я нашел решение. И о нем я сегодня вам расскажу. Поехали. В двух словах, как я отбираю фотографии. Через бридж. У меня есть SD-карта, высокоскоростная, UHS-2 на 64 гигабайта. Туда залезает 1200 фотографий, хоть и сжатых, но все же 42-мегапиксельных. И я не хочу все эти фотографии загружать на жесткий диск. Я хочу воткнуть SD-карту в картридер, открыть бридж, открыть миниатюры в режиме реального времени. Отметить зеленым флагом только те фотографии, которые мне действительно нужны. Только те фотографии, которые я, скорее всего, потом, впоследствии буду обрабатывать. Из 1200 кадров я выделю сотню. Пускай даже я не буду эту сотню кадров обрабатывать, а обработаю, ну, максимум 10 для серии в Instagram. Но все же 100 кадров это будет более рациональное и продуктивное использование дискового пространства моего компьютера. Но вот незадача. Долбанные картридеры не обладают нормальной скоростью чтения записи. И каждый 42-мегапиксельный RAW-файл, считываемый с флешки, прогружается достаточно долго. И мне это просто не нравится. Поэтому я задумался, что мне необходим девайс, который позволит это все делать быстро. Тем более, недавно я замутил урок по склейке 3D-панорам. Вы же его ждете? Обязательно поставь лайк этому видео. Вот прямо сейчас. Поставил? Спасибо. Я его загружу в ближайшие дни. Так вот, снимал я урок на несколько камер, в том числе из дрона. Материала реально очень много. Все валяется на 3SD и microSD картах памяти. И весь этот материал мне нужно скинуть на компьютер. И желательно сделать это быстро. И по этому поводу, наконец-то, настало время распаковать моего монстра, которого подогнали мне ребята из Kingston, Workflow Station, Capture Connect Create. Зафиксируй, подключи и создай что-нибудь интересное. Это супер-пупер-мега-дупер OPC Type-R AMG док-станция, которая обладает четырьмя слотами под карт-ридеры, каждый из которых обладает еще, в свою очередь, дополнительными слотами под USB-A, Type-C, SD, microSD. В общем, разными портами для запоминающих устройств. А самое крутое, то что все это работает на высоких скоростях USB 3.2, которая Generation 2X2. В общем, самый сок. Давайте распакуем. У меня в комплекте идет сама станция, различные проводульки для подключения ее к компьютеру и три высокоскоростных хаба, каждый из которых содержит свои порты. Что по скоростям? Workflow Station поддерживает высокую скорость передач файлов до 20 гигабит в секунду, когда простые карт-ридеры на USB 3.1, 3.0 поддерживают скорости до 5 мегабит в секунду, то есть в 4 раза более быстрые. Вот вам простая табличка сравнения скоростей. Пожалуйста, изучите ее, запомните. Конечно, мы можем найти карт-ридер с поддержкой высокоскоростной передачи файлов на Type-C. Так думал я, когда покупал карт-ридер, в описании которого на Яндекс.Маркете стояла скорость 3.1, а оказалось на деле 3.0. И когда я пытался через него отобрать все файлы с Sony A7R III, у меня просто все висло, и я ждал по несколько секунд, пока не прогрузится миниатюра. Это был просто ад. На самом деле, этот карт-ридер я сплавил. Ну, она как бы и на Олимпус снимает, ей не нужна высокая скорость, она может подождать. Надеюсь, она не будет смотреть это видео. Поэтому, когда выбираете карт-ридеры, ребят, смотрите на их скорость. USB 3.0, это нулевое, первое поколение USB. Оно поддерживает скорости до 5 гигабит в секунду. Это какаха полная. USB 3.1, он же поколение USB 3.2 Generation 2X1, это уже, ну, такое себе, туда-сюда. В принципе, для многих фотоаппаратов хватит. Но в идеале приобретать карт-ридеры со скоростями 3.2. Это Generation 2X2. То, что нужно для современного пользователя, который просто не любит ждать. Волосы достали. Как с этой штукой работать? Вы берете док-станцию и засуете ее куда-нибудь подальше. Можно, в принципе, даже ее засунуть под стол, чтобы ее вообще не было видно. Но у меня она будет находиться под монитором, рядом с HDD-ридером. Эту док-станцию вы подрубаете к ноутбуку. Через USB Type-C кабель. Она может реально быть убрана куда угодно. Можете засунуть ее под стол, чтобы вообще не видеть. Это не главное. Она должна быть скрыта, но в зоне досягаемости вашей руки. А далее, по мере необходимости, вы достаете USB концентратор. Берете SD-карту памяти, вставляете ее в USB концентратор и засовываете ее обратно в Workflow Station. И все. Устройство определено. Делается это максимально быстро и просто. А самое крутое, то что этот USB концентратор, он имеет такую форму и порт в центре USB Type-C, что вы можете даже с закрытыми глазами это вставить. Неважно, где у вас будет Workflow Station стоять. Либо на столе, либо под столом. Главное, чтобы вы смогли до нее дотянуться. На мой взгляд, это крайне удобно. Ну, наверное, все-таки самое сложное в использовании Workflow Station это, конечно же, попасть в дырку. Итак, рассмотрим на живом примере. У меня очень много всякого материала с моего урока по склейке 3D-панорамы с DJI Mavic. У меня есть SD-карта. Бабах, вставил. У меня есть microSD-карта. Я могу ее вставить в отдельный хаб, либо вставить ее в переходник и вставить в первый хаб. Давайте все-таки сделаем это. Прям как чемпионы в отдельный хаб. Для каждого устройства своя дырка. И у меня есть флешка. Также я ее вставляю сюда. Оп. И уже эти три хаба я вставляю в Workflow Station. И смотрю, что у меня происходит с компьютером. На компьютере появляется раз запоминающее устройство. Появляется запоминающее устройство номер два. И появляется запоминающее устройство номер три. Пожалуйста, все у меня три устройства будут сейчас работать на высоких скоростях. Ну и ради интереса, давайте с вами затестируем скорость, которую нам будут выдавать эти устройства. В качестве теста я буду проверять карту microSD. Вот эту малюсенькую пупулечку. Открываем. Записывать на нее я буду 1 гигабайт. Нажимаем на старт. Смотрим. Скорость записи нам сейчас удает 68-69 мегабайт в секунду. Записывается, повторюсь, файл размером 1 гигабайт. И скорость чтения нам будет выдавать, ну вот, 170, 168-170 мегабайт в секунду. Это очень хорошая скорость, ребят. 1 гигабайт у нас считывается просто псих моментально. Точно так же будут перекидываться равки с вашей SD-карты памяти. Понятное дело, если у вас одна камера, и вы занимаетесь, ну, классической фотографией, док-станция вам нафиг не нужна. Будет достаточно всего лишь одного USB-хаба. А вот если у вас большой продакшен, вы снимаете на кучу всяких устройств, и вам нужно хранить файлы терабайтами, вот тогда док-станция будет дополнительным вам плюсом. Стоит она порядка 11,5 тысяч. Понятное дело, для крупного продакшена, который ворочит сотнями тысяч рублей, это вообще цена ни о чемная, но она реально экономит время. Подводя итог, чем эта штука хороша, давайте выделю 4 ее главных особенности. Первое — это ускоренная выгрузка файлов. Вы можете передавать файлы с разных носителей одновременно и очень-очень быстро. Второе — гибкая система организации рабочего процесса. Вы этой штукой можете пользоваться через USB Type-C на абсолютно любой операционной системе. Третье — портативная универсальность. Вы берете этот USB-хаб с собой куда угодно, он достаточно компактный. Вы можете его брать в путешествии, он не так много занимает места, опять же, дает очень хорошие скорости. Ну а когда вы приходите домой, вставляете флешку, просто его кидаете, надо намастериться, чтобы прям сразу можно так было щука закидывать, он такой летит. Чпунь. И в дырки. Ну и четвертое — это невероятная производительность. То есть эта штукенция работает на очень больших скоростях, и вот вы берете сразу с многих-многих-многих устройств, закидываете через один лишь USB Type-C кабель все себе на компьютер. И все устройства по отдельности не будут замедлять друг друга, потому что их суммарная пропускная способность ниже, чем пропускная способность Workflow Station. Вот, теперь этот Kingston будет у меня жить, ну, либо здесь, либо я его, скорее всего, под стол прикручу, чтобы его вообще не видеть, потому что намного удобнее так будет, просто руку под стол. Хоп, засунул, и все хорошо. Теперь у меня не будет тормозов при перекидывании файлов на компьютере. И теперь, скорее всего, наверное, я буду чаще выкладывать ролики на YouTube. Но это зависит, наверное, от тебя, от количества твоих лайков. Поставь лайк, подпишись на канал, мне будет приятно. И до новых встреч, пока! Еще один небольшой тестик. Я вставляю microSD-карту, на которую закинул 4 гигабайта своих RAW-файлов. И вот как они открываются у меня в Adobe Bridge. Вообще, без каких-либо задержек быстренько прогружаются. В этом нет никаких проблем. Спокойно восьмерочку нажимаем, отмечаем, и вуаля, у нас счастье.